Березовый сок пошел на делянках Брестска. Глазгаз официально начался сбор этого дару природы. Как видите, сбор соку и где его можно набить, интересовался наш корреспондент Юрий Печер. Незвыкло рано в бегущем году в Брестской области начался сбор березового соку. До примера, в минулом году до этой работы приступили только в середине красавика. Усягу по области селета плануют собрать около 7 тысяч тонн соку. В Брестском лазгазе 600 тонн, что на 100 тонн больше за минулый год. Уже вызначено 50 зеленок, где он не будет реализовываться. Кошт – 1000 рублей за литр. Люди приезжают, наши работники, которые работают по заготовке сока, по сбору, помогают, им наливают в яхтару, выписывают ярлык. Объемы покупок никто не регламентует. Была б только попередняя заявка. Так званый продаж ляпня – наибольшь примальная форма реализации соку и для нарихтовщиков, и для покупников. Непотребны додатковых перевозок, да и санитарные нормы выполняются. Один, что не рекомендуют специалисты – это заниматься самовольной нарихтовкой. Охрана осуществляется силами лесной охраны лесохозяйственных учреждений, но и также инспекция охраны животных, растительного мира, как по Брестскому району, так и Брестской областной инспекции. На сегодняшний день производят патрулирование, работа усилена, и поэтому хотелось бы предупредить граждан, которые хотят самостоятельно, без официального оформления, направиться за сбором березового сока. Не делайте этого, так как на сегодняшний день штраф за самовольный сбор сока составляет до 20 базовых величин. Штрафы за самовольную нарихтовку сюрета складаются 20 базовых величин. При этом, когда вас затримаются, необходимо будет еще в додаток до штрафа заплатить и за деньги собранного. При этом сам сок конфискуется. Специалисты ж упевнены, березового сока сюрета хопись усим жадающим. Юрий Печур, Александр Севицкий, областные новины, Брестский район.